В эфире новости в студии Юлия Лукьянова. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией организуют в моногоспитале Череповца уже сегодня. Об этом заявили в правительстве области. Новые информационные табло и автобусные павильоны продолжают устанавливать в Череповце, а несознательные горожане продолжают ломать остановочные комплексы. Все подробности смотрите сегодня на Первом городском. Стоимость проезда в общественном транспорте Череповца увеличится с 1 ноября. Самый дорогой билет будет стоить 35 рублей. 200 дополнительных койок развернут в Череповецком моногоспитале до конца сегодняшнего дня. Об этом заявили в правительстве области. Больных коронавирусом разместят еще на нескольких этажах больницы на улице Ломоносова. За последние сутки в городе Металлургов зарегистрировано 46 новых случаев ковид. Это новый антирекорд. В моногоспитале сейчас находится 256 человек, из них 40 пациентов в тяжелом состоянии. Напомним, изначально учреждение было рассчитано на 300 мест. Также чиновники от медицины рассказали, что наблюдается тенденция к увеличению зараженных, улучшить ситуацию, поможет социальное дистанцирование и ношение масок. У нас в моногоспитале города Вологды коечный фонд увеличивается до 300 коек, в Череповце до 500. Этот процесс сегодня к концу дня будет завершен. Это за счет того, что мы располагались более компактно. Сначала работая на определенных этажах, имея определенный коечный запас, мы говорили о том, что он у нас изначально рассчитывался и имеется возможность изначально увеличить его. Но не за счет того, что мы что-то строим, а за счет того, что мы используем уже следующие этажи зданий. Волокжанам старше 65 лет рекомендуют оставаться дома. Это необходимо для того, чтобы снизить количество контактов и не заразиться новой коронавирусной инфекцией. Очень важно пожилым людям соблюдать самоизоляцию. Именно с заботой об этих людях и обратился оперативный штаб на этом заседании, обратился к пожилым волокжанам губернатора области. С тем, чтобы свести к минимуму контакты, не посещать многолюдные точки, конечно, желательно исключить поездки на общественном транспорте. В целях снижения передвижения в утренние и вечерние часы пи к органам местного самоуправления рекомендовано временно приостановить действие льгот на проезд в общественном транспорте для граждан пожилого возраста до тех пор, пока на Вологодчине действует режим повышенной готовности. В районах уже действуют волонтерские центры, в усиленном режиме работают социальные службы. Позвонив им по телефону, пожилые люди получат помощь в доставке на дом продуктов. Пациентам, получающим льготные лекарства, выпишут рецепт дистанционно на курс лечения до 60 дней. 10 электронных информационных табло появится до конца года на автобусных остановках Череповца. Увеличится и количество самих павильонов. Их установят на улицах, которые капитально отремонтировали в этом году. Правда, как показывает практика, ценить такие преобразования череповчане так и не научились. Тему продолжит Мария Беленко. Ярко, современно, а главное информативно. Новое электронное табло на остановке улицы Набережная сразу привлекает внимание горожан. Это удобно на самом деле. Подходишь, знаешь когда, какой автобус, трамвай, в какое время, сколько ждать. То есть, если торопишься, можно, как сказать, сориентироваться, на каком автобусе тебе быстрее доехать. Конечно, нам нужно. Особенно нам, пенсионерам. Мы войдем и все читаем, чего попадается. Данные на табло поступают через интернет. Каждый автобус и трамвай сейчас подключен к системе ГЛОНАСС и GPS. Координаты движения передаются в специальную программу. Та, в свою очередь, рассчитывает время прибытия и выводит временной интервал на табло. За достоверностью информации и в целом за работой нового устройства следят сотрудники Центра муниципальных информационных ресурсов и технологий. Получено задание прямо сегодня проработать еще 10 остановочных комплексов, где мы повесим подобное табло, сразу говорю, в комплекте с видеонаблюдением. То есть, мы отдельное табло без видеокамеры не будем монтировать. Ключевые точки, где точно оно будет висеть, это набережная в сторону города, остановка. Это дворец культуры Металлургов, остановка. И это универмаг юбилейный. Специалисты уже выезжают на места, где планируют установить табло и прорабатывают систему подключения. Первое информационное табло для города закупил автоколонна 1456. Финансирование остальных 10 пока обсуждается. Не случайно вместе с объектами устанавливают и видеокамеры. Городские остановки ежедневно страдают от рук вандалов. Остановка, которая сейчас мы находимся, уже дважды подвергалась разрушению. Производится замена стекла «Триплекс», что достаточно затратно. Остановка на улице Баршотской вообще была разкомплектована буквально в первые дни после ее монтажа. Остановку пришлось демонтировать и увезти в ремонт. Сейчас город принял решение не возвращать ее на место. На Баршотскую вернут старый павильон. Работники спецавтотранса ежедневно устраняют порывы творчества череповецких вандалов. Анатолий Гассито уже много лет стыдит за состоянием остановок на участке в Зашекснинском районе. Каждое утро мастера начинается примерно одинаково. Сперва вот так вот замачиваем чуть-чуть. Если водоэмуляционная краска вот так вот покрасили, вот я вижу это водоэмуляционная, она отходит хорошо. А бывает масляная краска, она впитывается. И там целый день мы с Александром Анатольевичем бывало как-то по пять часов вот так вот стоишь. Даже нож и то не берет. Я не знаю кто это, вандалы, не вандалы, но это не совсем малолетки, потому что вот такое стекло, оно очень крепкое, ее разбить. Разбивают регулярно, оставляют надписи, расклеивают рекламу. Руки несознательных череповчан доходят и до дорожных знаков. Ежедневно спецавтотрансменяют по 7-10 таких объектов. Не прекратят устанавливать и новые остановочные павильоны. Город располагает возможностью каждый месяц устанавливать по одному автобусному павильону на городских улицах. В первую очередь это будут улицы, которые мы ремонтировали по программе безопасной и качественной автомобильной дороги. Улица Носеткина, Молодежная, Юбилейная, Краснодонцев и другие. Но также и на некоторых других участках, там, где уже износились павильоны или где их совсем нет, тоже планируется устанавливать. Но так ведь неплохо. Новые сделали там на Первомайской хорошо. От дождя есть куда спрятаться уже хорошо. Становится лучше, конечно. Чем были, становится лучше. Кроме того, автоколонна планирует обновить информационные таблички. Массово их начнут устанавливать уже с понедельника. Предприятие изготовило и закупило больше 60 единиц. Мария Ебеленко, Александр Беспалов. Новости. Транспортная карта для граждан начнет действовать в Череповце с 1 ноября. Об этом сообщили городские власти. Значительно вырастет и стоимость проезда. На транспортную карту можно просто положить деньги и расплачиваться за поездки как банковская. Можно зачислить 2700 рублей и в течение месяца использовать как безлимитный проездной билет. Причем на всех видах транспорта – частном и муниципальном. С 1 ноября стоимость проезда в автобусе при безналичной плате составит 30 рублей, а в трамвае – 29. Если платить наличными, то билет обойдется в 35 рублей. Сейчас в мэрии разрабатываются тарифные планы в зависимости от количества поездок. Чем больше череповчане ездят на автобусах и трамваях, тем меньше платят за одну поездку. Первый тарифный план уже готов. 80 поездок будут стоить 2100 рублей. Это 26 рублей 25 копеек за одну поездку. Октябрьский проспект продолжит асфальтировать в эти выходные. Напомним, масштабный ремонт в рамках программы «Безопасные качественные дороги» начался на этом участке раньше срока. По контракту ремонт Октябрьского проспекта был запланирован на следующий год, но подрядчик нашел время и ресурсы этой осенью. Нижний слой асфальта уже появился на первом участке проспекта. В субботу работы продолжатся от ТЦ «Каравелла» в сторону улицы Монтклер. Если погода будет благоприятной, асфальтировать начнут в 8 утра. Полного перекрытия здесь не планируется. Для движения автомобилей оставят половину проезжей части, а вот въезды и выезды по улицам Городецка и Монтклер на короткий промежуток времени закроют. Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на временные знаки и сигналы регулировщиков. Изменятся маршруты автобусов. Автобус номер 13 в случае, если будет асфальтироваться перекресток Октябрьского и Монтклер, не сможет, соответственно, развернуться на Октябрьском проспекте, поэтому он поедет дальше, прямо до улицы Рыбинска и развернется там. Далее выйдет на маршрут. И автобус номер 18 не будет заезжать на улицу Городецку, опять же, если не будет возможности выезда с нее на Октябрьский, и будет разворачиваться на улицу Носеткина. Более 120 миллионов рублей украли у жителей Вологодской области дистанционные мошенники с начала года. Количество преступлений выросло на 20% по сравнению с прошлым. Среди потерпевших – пенсионеры, студенты, руководители предприятий и даже работники банков. Только накануне на Вологодчине совершили шесть дистанционных краж. Жители Сокола, Вологды, Череповца и Никольска добровольно перечислили на счета злоумышленников более полутора миллионов рублей. Мошенники могут представиться сотрудникам службы безопасности банка, финансистам или прокурорам. Затем попросить перевести деньги или установить программу, через которую это возможно сделать. Не доверяйте телефонным мошенникам. Никогда служба безопасности банка никогда не позвонит клиенту банка. Никогда не позвонит. Все операции нужно перепроверять, либо смотреть, с каких телефонов звонят. К сожалению, мошенники до такой степени уже профессионалы в своем деле, что даже подделывают номера телефонов, часто позволяют программу сделать, голоса подделывают, представляются должностными лицами сотрудников правоохранительных органов. Современный цифровой кинотеатр на 60 мест появился в Доме культуры Кадуэ. Новый объект во время визита в район оценил глава региона Олег Кувшинников. Напомним, учреждение отремонтировали недавно. В общей сложности на эти цели было выделено 10 миллионов рублей, большая часть из которых – деньги областного бюджета. В результате в ДК преобразилась сцена, заменили все кресла, отремонтировали полы и стены зрительного зала, установили акустические панели, а также новое световое и звуковое оборудование с компьютерным управлением. Более того, в рамках проекта фонда кино и Минкультуры Кадуэ получил 5 миллионов рублей на приобретение современного цифрового оборудования для показа фильмов. В этом году беспрецедентный объем средств выделяем на ремонт дворцов культуры. 41 дом культуры в сельской местности будет в этом году отремонтирован. 21 уже отремонтировано, еще 20 осталось до конца года. 420 миллионов рублей выделены на эти ремонты. Представляете, во всех районах Вологодской области появляются вот такие шедевры, которые не ремонтировались по 30, 40, 50 лет. Там не было уже ни сцены, ни одежды сцены, ни света, ни звука. То есть это были просто дома, о которых не было ничего. А сейчас появляются вот такие современные залы, где, во-первых, люди приходят с удовольствием. Во-вторых, возможности для самореализации огромные. Это не все новости. Смотрите во второй части выпуска. Ремонт внутри квартальных проездов продолжается в Череповце. До конца года в порядок приведут 4 территории. Череповецким школьникам расскажут, как учились дети в годы войны. В Веричагинской библиотеке открылась интерактивная выставка «Бессмертный класс». Все подробности в выпуске новостей. Пострадавших от действий мошенника ищут череповецкие полицейские. Злоумышленник обещал выполнить ремонт, но пропадал вместе с предоплатой. Об этом и не только расскажем после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Кировская обувная фабрика Теплицы, грядки. Осенью выгодно. Телефон 52-56-52. В отделе «Главные уборы» в магазине «Шексна» на Московском 62. Новые поступления беретов из мягкого и формованного фетра, а также большой выбор брюк и трикотажных жакетов. Подградовед освободит от долгов. 28 86 86 Компания «Шикарные двери» открывает новый фирменный салон дверей фабрики «Эстет». Одного из лидеров по производству межкомнатных дверей в России. Ждем вас на «Годовиково-3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В эфире новости. Мы продолжаем выпуск. Четыре межквартальных проезда построят в Зашекснинском районе до конца года. Такое решение власти Череповца приняли по многочисленным просьбам жителей. Сейчас работы идут на Ленинградской и Рахе. Мэрия города изыскала экономию с других конкурсов, процедур, других тендеров и спроектировала и строит эти четыре проезда. Первый проезд на Рахе-4, где мы с вами находимся. Второй проезд на Ленинградской-60. Третий проезд на Рахе-60. И четвертый проезд на Годовиково, между домами 3 и 5. Сумма всех четырех контрактов порядка 15 миллионов рублей. На объектах построят автомобильную дорогу, тротуар, сделают освещение. Пешеходной дорожки не будет только на Рахе-60. Как заявили в мэрии, в следующем году в городе построят еще пять проездов. Сейчас специалисты выбирают участки и формируют бюджет. Хоккей, футбол и легкая атлетика. Еще несколько современных полноформатных стадионов откроются в этом году на Вологодщине. Об этом заявили во время визита в Кадуйский район главы региона. Спортивные площадки возведут в Чагоде, поселке имени Бабушкина и Череповце. Олег Кувшинников осмотрел подобный объект в Кадуе. Напомним, решение о строительстве спортивной площадки было принято на заседание Градсовета. К работам приступили в прошлом году. На их выполнение из областного бюджета было выделено 35 миллионов рублей. Строительство шло рекордными темпами. Специалистам понадобилось всего 4 месяца, чтобы преобразить территорию. В итоге Кадуй получил полноценную спортивную площадку с искусственным покрытием. Сейчас на ней занимаются все желающие. Активно стадион используют местные образовательные учреждения. Здесь кадычане смогут сдавать и нормы ГТО. Что-то не хватает. Пока мы сейчас это все довезем, понятно, что уйдет на месяц, на полтора, будет сдвинута срок. Но это все равно будет построено. Кто бы что ни говорил, задержка все равно построена. Я считаю, что нам надо настойчиво продолжать, даже с некоторыми задержками, реализовывать эти проекты. Дали обещание, выполняем. И вот то, что сделано здесь, это пример того, что это можно сделать в очень быстрый срок. Поэтому молодцы. Бессмертный класс. Интерактивная выставка, посвященная учебному процессу 40-х годов, работает в Верещагинской библиотеке. Подрастающее поколение ознакомит жизнь у школьников, которые жили во время Великой Отечественной войны. Посетители могут полистать тетради тех лет, пописать чернильными ручками, включить патефон. Все подробности далее. Патефона в школах 40-х не было. Тогда на уроках музыки использовали инструменты, гармонь, балалайку. Учебные заведения были бедные, да и война изменила распорядок дня учеников. Школьницы помогали в госпиталях, вязали рукавицы и носки для солдат на фронте. Парни разгружали баржи и вагоны. Уроки учили в очередях за хлебом. Тетрадок практически не было, поэтому письменные задания писали между строк в учебниках или на оберточной бумаге. Сегодня у нас урок чистописания. Мы сегодня будем писать «Советская армия непобедима». Возьмите, пожалуйста, ручку. К сожалению, многие экспонаты военных лет не сохранились до наших времен, поэтому для антуража на экспозиции специально были созданы парты и доска. Чернильницы были сделаны на 3D-принтере, зато ручка и пенал оригинальные. Из раритета, например, тетради и книги 30-х и 40-х годов. Многие экспонаты взяты из музея образования Череповца. Сейчас он уже не работает. Все, что было накоплено за долгие годы, передали в архив. Одежду для манекенов учительницы и учеников тоже шили по заказу. В библиотеке рассказывают, во время войны и до нее ребята ходили в школу в своей повседневной одежде. Форма, знакомая уже многим советским детям, появилась значительно позднее. Мы приглашаем ребят, школьников, чтобы они могли погрузиться в эту тему. Конечно, это интересно, они удивляются всему этому. Сейчас это все другое. И очень далеко, конечно, война от них, очень далеко. И хотелось бы, чтобы они знали и через себя пропустили все эти переживания, впечатления. Работа учебных заведений во время войны не прекращалась ни на один день. В 1941-1942 годы в Череповце действовало 6 средних, 2 семилетки и одна начальная школа. На фотографиях учителя и ученики, которые отправились на фронт и погибли. Всего здесь 50 штендеров, хотя только из первой школы 120 человек не вернулись с полей сражений. Бессмертный класс должен был пройти отдельной колонной во время шествия бессмертного полка 9 мая. Однако в этом году акцию отменили из-за карантина. Когда ребята приходят, мы достаем вот эти вот штендеры. Это все портреты погибших учеников и учителей череповецких школ. И ребята фотографируются. То есть как бы мы все равно эту акцию провели, но в таком формате. И на будущий год они тоже пойдут, эти штендеры. Создать интерактивную выставку удалось благодаря некоммерческой организации «Энергия города». Она выиграла президентский грант. Школьные группы охотно записываются на просмотр, но из-за сложной эпид-обстановки много экскурсий срываются, признаются в библиотеке. Организаторы надеются, что после осенних каникул ситуация улучшится. И современные ученики смогут больше узнать о жизни школьников в военные годы. Отметим, вход для всех желающих свободный. Александр Шагичев, Анатолий Холин, Новости. Вместо организации праздников купили холодильник и микроволновку. Прокуратура обвинила руководство Дома культуры в Череповецком районе в нецелевом расходовании средств. Речь идет о 250 тысячах рублей. Деньги учреждения в Неласком сельском поселении получила из бюджета в виде субсидии. Финансирование должно было обеспечить проведение массовых развлекательных мероприятий для детей и взрослых. В результате работники культурного объединения потратили деньги на хозяйственные нужды. Это вскрылось, когда надзорное ведомство решило проверить работу заведения. По результатам проверки прокуратуры района было внесено представление. Кроме того, ответственное должностное лицо, то есть директор Неласковского слова, был привлечен к административной ответственности по статье 15.14 Кодекса административных правонарушений, то есть занять целевое расходование бюджетных средств, назначено наказанием в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Череповецкие полицейские устанавливают пострадавших от действий мошенника. Мужчина обещал сделать быстрый и качественный ремонт, а также достать материалы для проведения работ по низким ценам. В этот период с октября 2015 года вплоть до марта текущего года мужчина обманывал различных граждан, принимая на себя обязательства по осуществлению ремонтных работ в их жилых и нежилых помещениях, а также поставки сантехнического и нового оборудования и строительных материалов. Брал у граждан надажные цели, денежные средства в качестве предоплаты, после чего принятое на себя обязательство по осуществлению ремонтных работ и поставке материалов и оборудования не исполнял, а полученные в качестве предоплаты денежные средства тратил по своему усмотрению на личные нужды. Как сообщили в ОМВД, мужчина рассказывал заказчикам о большом опыте работы, наличии постоянных поставщиков, торгующих сантехническим оборудованием в разных городах России. Он выходил на объект, составлял смету ремонта, брал предоплату для приобретения материалов. Сейчас в одно производство соединили семь уголовных дел. Материальные ущербы составляют от 41 тысячи рублей до 327 тысяч. Мужчина длительное время официально не работал, имеет обязательства перед другими физлицами, а именно задолженность по алиментам и неоплаченные штрафы. Хоккейная команда «Алмаз» повторно обыграла подмосковный капитан в чемпионате МХЛ. Героем матча стал капитан череповецкой молодежки Максим Неволин, набравший четыре очка за результативность. За игрой следил наш спортивный корреспондент Владимир Сентябрев. Первый период матча прошел без заброшенных шайб, а вот как только стартовала вторая 20-минутка, гости вышли вперед. Отличный бросок удался Дмитрию Константинову. А когда поединок перевалил за экватор, капитан смог увеличить счет 0-2. «Алмазу» удалось переломить ход встречи только в заключительной трети матча. Начало к эмбэку положил капитан череповчан Максим Неволин. А дальше на льду начали кипеть страсти. В итоге удален с арены был даже главный тренер капитана, а хозяева льда сравнили счет при игре 5 на 3 после мощного броска защитника Ивана Рогова. Следом «Алмаз» поразил ворота соперника в третий раз, автором гола стал Данил Белялов. Вскоре произошло еще одно неординарное событие. Пятиминутное и до конца игры удаление заработал вратарь ступенцев. Много пришлось играть по непонятным причинам в меньшинстве. Дважды за две игры нас оставили на две минуты втроем. Абсолютно не по нашей вине. Поэтому наценивать судей дело неблагодарное. Пять минут большинства прошли в пустую, но четвертую шайбу под занавес поединка уже в пустые ворота капитана отправил Максим Неволин. 4-2, волевая победа череповчан. Так-то хорошо играли. Мы по третий период полностью отдали инициативу. Должны были спокойно забирать наши очки и дальше двигаться. Но удаление и глупая игра привело к поражению. Тяжелая игра была. Все-таки был большой перерыв. Тем более такая команда еще неприятная. Они техничные ребята все. Бьются, кусаются. Молодчики, что вытащили игру. Пацанам спасибо. Череповецкая молодежка, несмотря на пропущенные матчи, занимает четвертое место в западной конференции. Следующий матч Алмаз проведет уже 11 октября и снова на своем льду. Соперником будут подмосковные русские витязи, которые идут на пятом месте, имея равное количество очков с череповчанами. Владимир Сентябрев. Новости. Волейболистки «Северянки-2» в составе сборной России вышли в финал чемпионата Европы. Россиянки в полуфинале обыграли команду Италии. Российские волейболистки под руководством Александра Карикова в полуфинале чемпионата Европы среди девушек до 17 лет в Черногории сокрушили сборную Италии со счетом 3-0. Представительницы «Северянки-2» внесли свой весомый вклад. Наталья Суворова набрала 12 очков, в том числе победное очко на матч «Боли». В активе Алины Поповой 8 очков, у Виктории Кобзарь 3 очка. Блестяще сыграли обе череповецкие либера Вероника Думрауф и Анна Хабибрахманова. В матче за золотые медали россиянки сегодня сыграют с командой Турции, которая также не проиграла ни одного матча на турнире. В полуфинале турчанки были сильнее команды Сербии, выиграв со счетом 3-1. На этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok